Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня в этом видео мы с вами посмотрим, как увидеть, кто ваш директор в компании Фаберлик и как же ему написать, как же его найти. Итак, давайте же зайдем в кабинет новичка. Ну, уже не новичка, а лидера, который давно работает. Вот, этому лидеру нужно узнать, кто же его директор. Мы заходим с вами в сообщество. Оно грузится медленно, но вы дождитесь. Вот оно прогрузилось, и тут написано «Наставник Кононова Аня». Вот, в принципе, и все. Я наставник, я и есть директор. Вот если тут, к примеру, давайте зайдем ко мне. У меня наставник Инна Каспрев, и если это не мой директор, я могу нажать «Вся ветка», и у меня выйдет директор Андрейка Николай Николаевич. Да, у нас с вами Андрейка Николай с Украины, я с России. Вот, и, конечно же, давайте с вами еще посмотрим такую вещь, что, к примеру, вы не знаете, как написать вашему директору. Вот, допустим, почта моего директора, да, новичок вот тут вот, да, видит мою почту, как вы видите, видит мой сотовый телефон, но также можно и написать не только на почту, да, своему директору. А вот давайте зайдем в раздел «Личный кабинет», и тут в «Личном кабинете» можно тоже внизу найти данные, данные своего директора и спокойно, как вам даже сказать, спокойно переписываться через раздел «Сообщество», да, наставник Кононова Анна, Кононов Антон. Да, давайте же у меня посмотрим личные данные. Ой, не личные данные, а личный кабинет, прошу прощения. Так, давайте же посмотрим, что у нас тут. Так, тут у меня заказ по ВИП, по ВИПу, да, я ВИП-консультант. Так, и тут, скорее всего, наставник Каспри Финна, да, то есть, ну, вот тут, как вы видите, мы с вами можем также войти в сообщество, в кабинете, да, то есть наставник, видите, светится, да, ваш наставник не всегда может работать, но ваш директор, ну, 100% работает. Когда мы с вами попадаем в сообщество, без разницы, да, где в него заходить, тут есть написать сообщение, да, вот, к примеру, я сейчас нахожусь в личном кабинете, я также могу нажать «Сообщество», это я в кабинете новичка, да, я бегаю из своего, у вас, и нажав «Сообщество», так же оно прогружается, и я нажимаю «Написать сообщение», да, то есть это есть в каждом вашем рабочем кабинете. И вот тут вот выбор адресата, и вы можете написать «Мой директор», и вы увидите, кто ваш директор, Кононова Анна, да, захожу со своего личного кабинета, да, вот мой личный кабинет, и тут выбор адресата «Мой директор», вот Андрейка Николай Николаевич, вот, пожалуйста, «Мой директор», его рекномер, я его могу написать. Вот, к примеру, я напишу своему директору, да, «Анна, да, прошу мне позвонить», «Анна, прошу, допустим, мне позвонить». Нажимаю «Отправить», «Отправить», и мне должно сейчас прийти сообщение, да, давайте посмотрим, пришло ли мне сообщение, я захожу в конвертик, к примеру, и смотрю. Вот, обязательно пользуйтесь этим, я думаю, вам это будет очень интересно, что вы всегда можете отписаться своему директору и отписаться, и отзвониться, да. Вот, видите, сообщение пришло, я нажимаю «Посмотреть», кто это мне там такой пишет, да, то есть, ну, конечно же, и я могу на данный момент нажать на человека, который мне пишет, и посмотреть его сотовый телефон, его почту, да, то есть, все можно посмотреть. Также могу написать сообщение, также могу добавить в друзья и так далее, и так далее. То есть, всегда пишите своим директорам, если у вас есть какие-то вопросы. Итак, давайте же с вами посмотрим. Еще раз, вы заходите в свой личный кабинет, да, давайте из моего кабинета, да, тоже зайдем. Заходите в свой личный кабинет, нажимаете раздел «Сообщество» и в «Сообществе» написать сообщение. И выбираете «Мой директор», да, к примеру, пишем, давайте напишем «Привет», «Отправить». Да, то есть, вы можете таким вот образом написать и знать, что вам сообщение придет. Ну, что ж, дорогие коллеги, с вами была Кононова Аня, обязательно пишите своим директорам, ваши директора всегда с вами рядом, конечно, если вы того пожелаете, да, если же у вас есть какие-то вопросы, но вы боитесь написать, да, если у вас есть какие-то, может быть, предрассудки, страхи, и вы, или у вас, может, просто не получается рекрутировать, работать в соцсетях, а вы не пишете своим директорам, то, конечно, тогда ваши директора никогда не догадаются, что вам нужна помощь, поддержка информационная и так далее, и так далее. Пишите, никогда не стесняйтесь, да, нажимайте «Вся веточка» и видите своего директора. Или через «Написать сообщение» вы также можете увидеть своего директора, как вам будет удобно. Услуга сообщества – это здорово, это здорово, это классно. Всем пока-пока!